Привет, с вами Джамбо Макс, и если честно, я не думал, что в некий юбилей, а именно в 85 тысяч подписчиков, я буду рассказывать о не очень хороших новостях, которые связаны с ходом нашей любимой игровой консоли. Но сначала я вам хочу сказать большое спасибо за эту цифру, хоть я и расту медленно, но зато вроде как цель устремлён наверх, и если вдруг кто-то не знает, я всё ещё мечтаю получить серебряную кнопку от Ютуба, но, наверное, и этой мечте не суждено будет сбыться, поскольку, мне кажется, её попросту не пришлют из-за никаких событий, хотя, кто его знает. С другой стороны, ещё дорасти надо. И, как всегда, перед началом видеоролика ставьте лайкусик и подписывайтесь на канал, поскольку даже несмотря на такие вот новости, я всё равно продолжу делать контент об этой консоли, играх, жизни и так далее. Начнём, наверное, с того, что уже как три месяца назад, на самом деле всё ещё в шоке, как быстро летит время, Microsoft объявила о том, что она приостанавливает продажу продуктов и услуг на территории Российской Федерации, что в целом так и произошло реально. Если вы покупали игры через Тор, то должны были заметить, что в данный момент у нас, к сожалению, никаким образом платёж не пройдёт, ибо, опять же, продажа приостановленная. Но если же тогда формулировка приостановлена давала хоть какой-то элемент паузы, ну, что это временно, что вот они что-то там придумают и всё, в скором времени придёт в норму, то пришедшая на днях новость о заявлении президента Брэда Смита о том, что Microsoft будет сворачивать свой бизнес до нуля, дало не очень хороший знак. Я, кстати, этот ролик мог бы сделать ещё где-то позавчера, откомментировать данное событие, но решил подождать хоть какой-то информации, и, знаете, она не дала себе долго ждать. Буквально пару дней назад на источнике GameMag появилась вот такая вот печальная новость о том, что команду Xbox Россия уже распустили. Да, если что, это ещё не 100% информация, поскольку каких-то заявлений от ребят не было, и, если честно, я пытался от них узнать как и что, поскольку мне не особо безразличны их подразделения. Но ребят остались без комментариев и вовсе, по сути, ничего не ответили. Поэтому что и как тут ещё пока непонятно, но, опять же, если брать во внимание предыдущую новость, то доля правды может быть вполне реальной. Смотря на реакцию в сети, многие, во-первых, задались вопросом, а что, как бы, подразделение реально вообще было? Да, было, и парни пытались как-то там навести шуму в геймерской теме, устраивали там пиар-акции, стримы и так далее. Мне кажется, благодаря им Xbox Series у нас вышел как раз-таки в срок. И да, может быть, их деятельность была не совсем на слуху, но так или иначе она была. Что будет с консолью Xbox в России, если подразделение полностью исчезнет? И, так скажем, официального представительства у нас не будет. Ну, первое, что лезет в голову, это тот самый регион, из-за которого многие полюбили эту консоль, а именно Аргентина. В теории, это вроде как радостная новость, что весь данный способ доступен везде, где нет официального представительства, и при помощи которого можно как раз-таки и покупать дешевле игры. Но тут я вас, наверное, спешу огорчить. Даже если официального представительства у нас не будет, то проблема покупки игр со Store, которая сейчас, она может просто остаться. И, соответственно, если у нас и дальше не будет обрабатываться платеж в Store, то вы никаким образом напрямую со Store не сможете приобрести себе игру и даже в другом регионе. Поэтому я здесь радоваться вообще не вижу смысла до решения первоначальной проблемы. Поскольку если в некоторых территориях подразделения тупо не было, то тут оно от нас ушло. И самое, что не очень хорошее, оно уходит в то время, когда мы вообще со Store игр не можем купить. И ситуация, как вы понимаете, совсем другая. Да, как бы тут расстраиваться пока нету смысла, поскольку даже если мы не сможем покупать напрямую игры, то у нас все еще есть ребята с Белоруссии, с Казахстана, которые помогут вам приобрести игры дешевле. Одни из проверенных ребят это X Games, выручает до сих пор, поэтому если нужна там какая-то игра, подписка, пишите им. Помогут приобрести, а самое главное, сделку доведут до конца, даже если у вас возникнут проблемы с активацией. Если что, ссылку на них я оставлю в описании. Если с играми тут все понятно, где их там можно купить, то что касаемо самих игр, есть еще один не очень радостный нюанс. И это локализация. Если что, в данный момент она под очень большим вопросом. Да, тот же ресурс сказал, что если вдруг какая-то игра заявлена с локализацией, она должна ее получить, а-ля Redfall, говорят, что там даже русская озвучка будет. Но в то же время, смотря на то, что произошло с рыцарями Архама, в любой момент, мне кажется, русский перевод могут попросту отменить. И если с голосовым переводом мы вроде как уже смирились, то вот за субтитры я теперь реально переживаю. Ибо играть полностью на английском, даже без субтитров, для многих станет реальной проблемой. И если вдруг кто-то этой новости будет злорадствовать, то хочу сказать, что на русском игры проходят не только в России. И в этом случае реально много ребят не смогут полностью насладиться сюжетом. Что касаемо самих консолей, ни о каком бане речи быть не должно. Ибо так или иначе, через другие регионы СНГ все равно приносит прибыль. И в случае возвращения им невыгодно терять такое количество клиентов навсегда. Да, ну поскольку если вдруг вам забанят консоль или аккаунт, скажите, вы вернулись бы на Xbox? Ну, пожалуй, нет. Поэтому баны это слухи и выдумки. Что касаемо вопроса о продаже консолей, вроде как он уже решен при помощи параллельного импорта. И вроде как консоль Xbox из информации также в этом списке. А это гласит о том, что консоль на прилавках будут появляться. Но тут не все так просто и проблема будет возникать в двух моментах. Первый момент это то, что техподдержка Microsoft не сможет вам больше помочь. Вообще никак. Поэтому вы не сможете так просто заменить геймпад, там позвонить или решить проблему. В случае чего нужно будет обращаться напрямую в магазин за заменой или починкой. И зная как у нас иногда происходит обслуживание, тут я вам наверное советую лучше обращаться к Лехе с канала Xbox Flash. Который очень долго занимается починкой консоли и поэтому если доверять починку, то наверное только ему. Второй момент это повышение ценника на консоли. Пожалуй это для потребителя самый главный минус. Поскольку рекомендованная цена она уже не особо будет влиять. И поскольку тут немножко уже другая логистика, минус там обслуживание от самой компании и так далее. Поэтому пока есть время на нормальный ценник, если вы давно мечтаете о консоли, лучше приобретите ее сейчас по хорошей цене. Вот к примеру одни из предложений, если что ссылочек на эти предложения я вам также оставлю в комментариях. Магаз если что множество раз проверены, поэтому не переживайте, плохих ребят я не рекомендую. Что касаемо консолей привезенных с других регионов, то это вообще все равно. Поскольку консоли Xbox, современные Xbox One не имеют региональных ограничений. И поэтому где бы вы консоли не купили, вы в любом случае сможете поставить там любой регион и полноценно пользоваться. Хотя регион. Кстати да, это тоже на самом деле важный момент, только что про него вспомнил. Который кстати остается открытый. И самый главный вопрос это что будет с нашим регионом в системе. Тут я очень надеюсь на то, что ничего не изменится. И в целом его оттуда попросту не уберут. И хотя бы интерфейс у нас будет продолжать работать на русском языке. Единственное еще самое главное в этом вопросе, я очень опять же надеюсь, что после ухода подразделения у нас не будет таких проблем как в Крыму. Поскольку ребята с той области чаще всего говорили об ошибках, что там не заходит в Xbox Live, не работают игры и так далее. И количества проблем и ошибок у них возникало достаточно. Конечно, насколько я помню, у них все решалось при помощи VPN, но сами понимаете, что всегда пользуясь VPN или шаманить в роутере это лишний гемор. Поэтому очень надеюсь, что данной проблемы не будет вообще. Ну а если все-таки она будет, то все равно не переживайте, как-нибудь уж найдем решение. Как говорится, нет нерешаемых проблем. Поэтому в любом случае какой-нибудь гайд, да, запишу. Столько самых еще каких-то подводных камней в ситуации, пожалуй, все. Вопрос в локализации, отсутствие официальной гарантии от производителя, самостоятельная покупка игр через Тор. Это вроде как все такие вот важные моменты, которые могут как-то там негативно сказаться на пользование данной консоли. Но если честно, я все равно надеюсь, что данная ситуация имеет непостоянную основу, что когда-то все-таки нормализуется, придет в норму, все вернутся там на свои места и так далее. И в любом случае, несмотря на все, я вам всем искренне желаю, чтобы вы были просто живы и здоровы, поскольку это самое главное. На этом все. В случае чего я вас буду держать в курсе всех актуальных событий. И также не забывайте подписываться на наши соцсети, где такие новости выходят намного быстрее. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и большое спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok